Добрый вечер, добрый вечер! Привет, Лама! Ну, вы знаете, уже доказанный факт, что общение с Ламой уменьшает боль, снимает стресс, улучшает настроение. А какие у вас симптомы от общения с нашей жизнерадостной Ламой? Только позитив. Невероятный позитив. Солнечный позитив. Классный, добрый, светлый, классно поющий, очень харизматичный. А я, когда смотрю на Ламу, у меня вообще ощущение, что я в отпуске, да? Можно ни о чем не думать, можно наслаждаться жизнью. Где-то на Мальдивах, да? И неважно где. Можно фотографировать красоты. Ну, в общем, я не знаю, наслаждаться природой. Это же просто вот все такое настроение несет нам с собой Лама. Свет настроения Лама! Тем более фотоаппарат, да? Да, фотоаппарат, вы турист. А традиционные фотографии? Опаньки. Оп! Опа! Ну, вы готовы к моему выступлению? Ламочка, простите, у вас что-то с голосом? Вы осипли? Да. Вы были на тусовке? Да. А, может быть, и у тебя в караоке? А, в караоке? Я же приглашал Ламу. Мне, кстати, не докладывали, что Лама у меня была в караоке? Нет. А, может, без костюма? Без такие караоке. Где же вы были? Лама репетировал. Лама готовился к сегодняшнему выступлению. А, Лама репетировал и сорвал с себя голосочек. Уважаемые зрители, доставайте листочки, ручки и записывайте подсказки от Ламы. Добрый вечер. А вот и Лама. Как у вас дела? Как отдохнули? Надеюсь, завтра вы пойдете на работу с хорошим настроением. Мы постараемся сделать для этого все возможное. Я буду петь, а жюри, как всегда, будут пытаться меня угадать. Это отдельное, очень забавное шоу. Я слышу Александра Малинина. Маэстро Малинин. А мне кажется, в Ламе Сергей Минаев. Вау Диспенч. Ребята, кто вам костюмы шьет? Почем материальчик? Ну такое же никто уже не носит. Ну а что за очки? Вы же портите сейчас всю картину. А теперь посмотрите на меня. Как вам мой костюм? Мне очень нравится. Такой, знаете ли, винтаж. Элегантный ретро-шик. Я похож на иностранного туриста, не так ли? Или даже на стилягу. Раньше ведь сложно было выехать за границу. И хороший прикид очень ценился. Ну а сейчас это уже стало классикой. Так считают прогрессивные и понимающие люди во всем мире. Так что я образец вкуса. Не правда ли, Филипп Педросович? А сейчас, ребята, я спою для вас настоящую классику. Рок-классику! Вы услышите песню, которая не просто ласкала мне слух, а прямо обволакивала меня всего. И я мечтал спеть ее для вас. Готовьте аплодисменты. Лама бежит на сцену! У-ху-ху! У-ху! 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 Это не Малинин. У-ху! У-ху! КОНЕЦ КОНЕЦ Понятно, почему голос сорвал. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое вообще? Обалдеть! Как это возможно? Молодец! Молодец! Я просто сорвала голос, я орала так на этой композиции. Если бы кто-то из моих друзей-певцов сказал бы мне, я возьму на конкурс шума с ГОН спеть, я бы сказала, ты больной на голову. Никогда такие песни никто не имеет права перебивать, кроме ламы. Мы как больные, знаете, с одной стороны мы полностью были парализованы выступлением ламы, потому что это настолько было феерично, при этом мы ждали. Сейчас вот еще одна сложная нота. Возьмет, ну конечно возьмет, и при этом мы знаем, что возьмет, а когда брал, такое ощущение, что мы к этому были абсолютно не готовы. Вы что творите-то вообще? Это уже запрещенные приемы. Ну это правда, это за гранью понимания, я не знаю, как это все. Я даже смотрю на своего папу Бедреса, он же оперный певец, посмотрите на его лицо. А у нас у всех такое еще, такой... Это просто, он по усам обалдел. Да все обалдели, да это невозможно. Откуда ты берешь эти ноты? Научи! А как скромничал в первых программах, вспомните! А сегодня просто вулкан Везувий. Браво! Браво, лама! Кто ты, лама? Спасибо, спасибо, спасибо. Еще один пришелец. Лама нравится. Еще один пришелец там из космоса. Друг Катилель. Лама может дать вам одну подсказку. Да, давайте, пожалуйста. Лама любит гонять на ламамобиле. Спасибо. Это нам говорит о многом. Все для вас, Ребята. Подожди, ламамобиль. У меня в общем... Заднеприводные, я знаю. Слушайте, основываясь на подсказках, у меня появилась одна версия. Я думала, что это какой-то стилист. Возможно, там не Игорь Гуляев, а Владислав Лисовец, самый стильный мужчина России. Кстати, Лисовец очень талантливый. Он занимался музыкой и он занимался балетом. Но я не знаю о таких голосовых данных. Ребят, скажите, Пенкин тут не может никак быть, а? Ну нет, ни при каких обстоятельствах, потому что Пенкин в какой-нибудь песне выдал бы себя. Обязательно. Ни одной ноты пенкинской не было. Абсолютно. То есть это какой-то невероятный вокалист, которого мы, не буду называть кто мы, не можем вспомнить. Давайте, ребят, вернемся к подсказкам. А какие версии были? Они у меня теперь не стыкуются совершенно. У меня были варианты, что это Игорь Димарин. Я вспоминала тех, кто участвовал в конкурсе в Юрмале, 80-е. Потом у нас была версия, что это Александр Малинин. И где-то местами мы его слышали. Потом была версия Сергея Минаев, потому что 50 на 50. Подождите, а Филипп говорил еще о муже Анны Нетребко, Юсиф. Эйваза. Но я узнал, они сейчас в Санкт-Петербурге. У них спектакли. Скажите, Лама, а вы работали в Америке? Записывали там когда-нибудь альбом? Да. А вы частый гость на фэшн-виках? Да. И не только в России, но еще и в Америке? Да. Ну, что? Ну, что, что? Я пытаюсь... Валентин Юдашкин? Ну, я не знаю. А может быть, это Алешин? Анатолий Алешин? Ну, это единственный вариант, который приходит на ум, потому что если это не Анатолий Алешин, то кто это вообще может быть? Ребят, это может быть и вокалист, но это может быть и актер с прекрасными вокальными данными. Может быть, я не знаю такого актера, который... Ребята, у нас актеры есть такие талантливые, которые просто вот в королоке ходят, заказывают себе кабинку, и одни поют. Я знаю одного гениального актера, который в Пел Большом театре... Вот так и пел в Большом театре. Потому что нагрузил себе вот этих вот животных. У нас один очень гениальный актер, Данила Козловский, пел в Большом театре целое шоу и прекрасно пел концерт. Вот скажи. Но это не Данила Козловский. Но это не Данила. Я не знаю, кто это. Давайте, может быть, нам станет яснее эта ситуация в следующий раз. А пока дело ясное, что дело темное. Спасибо, Лама, за это фирическое выступление. И я знаю, что это был нокаут. Я вас люблю. И это любовь взаимна. Это просто пожар. Шоу-маска, гоу-он, продолжается. А мы увидимся с тобой на голосовании. Что это? Мы уже даже 100% знаем о этом. Я даже была у него в гостях.